У меня был очень забавный опыт. В 2000 году и потом в 2006 я дважды был внештатным советником в кабинете министров, премьеров. То есть совершенно просто потому, что я был преподавателем в университете. И так совпало, что меня там знали многие. Игорь, что вы преподавали? Не была государственная служба. Ну тогда по порядку. Я закончил экономический факультет Шевченко. Соответственно, преподавал разные экономические дисциплины. На родном университете, более высокопрофессиональное. Экономика инвестиций, что-то с этим связанное. Потом меня закинула судьба в КИМО, к мажорам, которыми я читал базовые предметы. Макро-микроэкономика, основы экономической теории. Это был такой у меня социальный эксперимент. Это какие годы были? Я закончил в 1997. В 1999 я зачитал диссертацию. До 2004 года по инерции преподавал в университете. Я, конечно, параллельно работал. Собственно говоря, уже заработал свой первый легальный миллион долларов. Потому это было исключительно как... В армии не служил. Надо же как-то долг родине отдать. И решил, что нужно таким образом. Просто мажоры в 2004 и, например, в 2020 это совершенно разные люди. Спорный вопрос. Да, мне кажется, что вот эта публика меняется немножко. Меняются их родители, да, вот просто меняется социальный слой. Мажоры, там, скажем, конца 90-х, это еще дети, там, каких-то профессуры, каких-то цеховиков, ну, то есть это дети еще относительно образованных родителей. А вот сейчас, как бы, их папа и мама, это совершенно другие люди. Это, может быть, знаешь, там, я не знаю, прокурор, начальник милиции, еще что-то такое, налоговик. И у них совершенно другие дети. Я боюсь, что в целом, вот есть же новое определение, кто такие миллениалы, их там еще по-другому называют новые варвары. То есть это люди, у которых мозг устроен там исключительно с ассоциативным подтекстом. То есть первая реакция всегда это что-то прогуглить, посмотреть в интернете. Зачем запомнить, зачем критическое мышление сравнить, анализировать. Это даже касается, я думаю, всех слоев общества, независимости, богатые родители или бедные. Да, конечно, если все ваше детство вы смотрели только, я не знаю, там, один плюс один днем и ночью интер, наверное, ваши шансы вылезти дегенератом намного выше, чем если вы читали книги и кто-то вам еще что-то рассказывал. Но в целом, увы, мир меняется, мы должны меняться вместе с ним. Это же вполне официальный термин цифровой идиотизм. Это вы уже вели врачи, психологи. Я не слышал. Да, да, это абсолютно официально. Потому что нейронная сеть, она же имеет свойство расширяться или сужаться. Поэтому люди живут с очень небольшими возможностями нейронной сети. Люди, которые постоянно в гугле сидят, и зачем им что-то запоминать. Но вот видишь, таким, я бы сказала, органичным способом мы вплыли в наш разговор. И я, в принципе, планировала, значит, с того, что для человека с хорошим базовым образованием, с диссертацией и так далее, такие люди, как правило, в бизнес не попадали. Но у них было, это, ну, как это, один с темчиками торгует, другой кредиты выдает. И такие люди, там, нулевых, в 90-х просто не сумели приспособиться. А вы как-то очень, ну, там, бойко. Это личные какие-то качества, Игорь. Ну, то есть вы понимали, что вы должны, там, узнать, как устроена государственная система. И вы работали советниками у премьеров. Вы понимали, что, там, мир изменился и начали зарабатывать деньги. Ну, как? Каким образом? Все-таки вы же там, как бы, из Советского Союза. Да, я из Советского Союза. Я самая простой, очень многие из семьи. Мне повезло родиться в Киеве. Единственное, мой, как бы, там, некий базовый гендикап был в том, что учился в очень хорошей школе, математической школе, 171-я на Печерске. Смотрите, нищета периода развала Советского Союза, она затронула всех. То есть, не знаю, мне кажется, что все семьи в тот момент ездили куда-то торговать. Я вот в Польшу ездил, значит, еще не имея паспорта. Меня мама довозила до границы в Хелме. По вкладышам каким-то? Торговал игрушками. Значит, не очень был я успешным бизнесменом, а обратно сюда какие-то джинсы возили. И вокруг Олимпийского стадиона был стихийный рынок. Огромный, я помню. Да, это, значит, тотальная со всех сторон нищета. И я в какой-то момент времени выбрал себе профессию исключительно из амбиций. Ну, всегда старался быть каким-то лучшим учеником. И я просто уточнил в 91-м году, где был самый большой конкурс на одно место при поступлении. Ну, так получилось, что это было, по-моему, 11-12 человек на место в экономическом факультете Шевченко. Собственно, исключительно из-за амбиций. Раз так, то пойду туда. Плюс, после развала Советского Союза, отец у меня до этого работал на армию, он тоже хотел перепрофилироваться, относительно еще молод был. Вот, он поступил заочно, решил учиться на юриста. А у меня всегда хотелось не так, как отец, то есть по-другому. Вот, поэтому приблизительно в один год он заканчивал. Ну, вот я надеюсь, что у моих будет не так. Я так много старался, чтобы что-то продолжали. Ну, это же поколенческая психология. Я не буду так, как родители. Хотя я их очень люблю, но так, как они, не хочу. Поэтому, в принципе, изначально все началось просто с того, что я могу добиться на таких морально-волевых качествах. Никогда я не хотел быть чиновником. Тот факт, что я был дважды внештатным советником у каких-то премьеров в 2000-2006 году, у каких-то вполне конкретных. Из того, кто еще? Не-не-не. Я был при службе Ющенко. Я был один год грантоедом. Я не хотел туда идти. Мне платило, по-моему, про ООН какую-то тысячу долларов или две, для того, чтобы я консультировал. А в 2006 году и Хануров. Вот, поэтому я четко всегда определил себе изначально, что я буду бизнесменом. Только. И вот в виде исключения после там пяти уговоров еще немного поработал. У меня был, кстати, третий подход, очень странный. При предыдущем премьере Гройсмане сделали совет по инновациям при премьер-министре. Туда пригласили дюжину бизнесменов, которые занимаются инновационными бизнесами. Но я лично воспринимаю эту историю как какую-то более показушную, потому что за два года действия этого совета нас собрали три раза. И мне не кажется, что это было реальное вовлечение во власть, но такая попытка была. Продолжение следует...